Всем привет, Сергей Слориды, собираюсь рассказать про магическую таблетку, которая гипертоников может довести до нормального давления, либо хотя бы достаточно прилично снизит, при этом минимум усилий нужно прикладывать человеку, я имею ввиду кроме того, что таблетку эту съесть. Я уже 4 года пытаюсь спасать гипертоников, сделал такое видео по нормализации давления, 4 фактора давления, нормализация и вот это так сказать правильный путь, он более сложный, но это правильный путь, который 100% приведет к успеху, к полной нормализации. Но для тех людей, которые не хотят вникать, которые не хотят изучать вот это мое видео другое по нормализации и хотят как-то быстренько с минимумом каких-то умственных усилий добиться каких-то результатов, вот это вот для этих людей. И моя мама, к сожалению, вот в число таких людей входит, потому что я ей уже 20 лет объясняю, как нужно правильно питаться, и у меня ничего не получается, и в конце концов я, в общем-то, ей эту таблетку порекомендовал. Что это такое, как оно работает? Значит, хромиум это один из микроэлементов, который входит в состав поливитаминов. Если вы возьмете баночку поливитаминов и прочитаете содержание, кстати, я забыл сказать, что я сижу на велотренажере, кручу педали, надеюсь, что вы не будете никаких звуков слышать от велотренажера. Вот, то есть, возвращаюсь, если вы посмотрите на содержание поливитаминов, то вы увидите там хромиум, хром, по-русски хром, а по-английски хромиум. Вот, и как, что делает этот микроэлемент, и что он, минерал, минерал, и что он, так сказать, какое у него действие. Значит, самое простое объяснение и самый близкий аналог хромиума, это можно сравнить его с чашкой кофе, только за исключением негативных эффектов. У кофе есть негативные эффекты, например, сонливость через несколько часов, 2-3 часа. Если вы не знали об этом, то кофе дает сонливость где-то через 2-3 часа после выпивания. Поэтому категорически кофе нельзя пить, когда человек сидит за рулем. Вот, и, то есть, хромиум, он, ощущения от хромиума такие, как будто бы у человека появилось больше энергии, и, ну, как-то он стал моложе, стал лучше себя чувствовать. Вот, вот это такие ощущения. Что касается фактического действия, значит, он усиливает метаболизм. Он, как бы, продвигает, и для диабетика, вот такой момент важный, но это не для диабетика, вот это я делаю для гипертоника. Значит, он, как бы, продвигает заход глюкозы в мышцы, и человек чувствует больше энергии. Хромиум уменьшает аппетит человека за счет, наверное, улучшения метаболизма. Поэтому те гипертоники, которые решат вот этот хромиум пиколинат употреблять, также он способствует похудению. Вот, значит, вам, ребят, вы должны помнить, что хромиум снизит ваш аппетит, а точнее он его нормализует, то есть он сделает его нормальным или более нормальным. Но вы должны, как бы, хромиуму помогать, понимаете? То есть, если вы чувствуете аппетит меньше, то вам нужно жрать меньше. И он не может вас, так сказать, похудить вас, если вы будете жрать от пуза с утра до вечера, понимаете? То есть вы должны как-то свою все-таки, свои какие-то усилия вкладывать. Значит, как он работает для гипертоников? Работает он на эффекте похудения. То есть, если вы принимаете таблетку хромиума, он будет уменьшать, кроме того, что он вам самочувствие улучшит, он вам еще уменьшит аппетит. И если вы будете стараться есть меньше, так сказать, благодаря вот этому уменьшенному аппетиту, то вы будете худеть. Если вы будете худеть, то у вас будет идти растворение холестериновых отложений в артериях. Видеть вы это будете ежедневно, измеряя свое давление утром. Как измерять давление? Я расскажу, как я измеряю давление. Измеряю давление я почти каждый день, ну, минимум 3-4 раза в неделю. Утром встал, попил воды, пол-литра я сразу хлоп. И измеряю давление. Вот, вода нужна для того, чтобы нормализовать уровень воды в организме. Если, конечно, если у вас нехватка идет воды в организме, то нужно его просто довести до нормы. Вот и все. Я выпиваю дистиллированную воду. Тему дистиллированной воды я уже делал. Вот, значит, теперь по поводу дозы. Значит, хромиум, доза хромиума написана на этикетке в микрограммах. Микро, это означает одна тысячная грамма. Вот, и эти микрограммы, обычные дозы, которые продаются, поэтому я вам поставил столько картинок, потому что вы можете на этикетках смотреть дозы. Значит, обычные дозы бывают такие 200, 500, 800 и 1000. Вот, кому сколько принимать? Значит, если вы весите 100 килограммов, я специально такой круглый вес беру, то вы можете принимать 1000 микрограмм, но начните все-таки с меньшей дозы, начните с 200, там, не знаю, 500. Вы можете купить таблетки по 1000, но просто ножом будете пополам делить, хотя бы, так сказать, понять, как ваш организм реагирует на это. Вот, потихонечку вы можете докрутить до 1000. Так, принимать нужно после завтрака желать, ну, в общем, после еды. То есть, принимать нужно на полный желудок, не на пустой, а на полный желудок. Вот, наверное, все. Еще раз хочу повториться. Это, ребята, значит, это, так сказать, путь для ленивых. То есть, я вам даю, вот в этом видео, я вам даю эту таблетку, которая, как бы, будет частично нейтрализовать ваше вредное питание. Если вы жрете сахар и мясо, то это убийственные два вещества для гипертоников. Вот, более детально в другое видео мое. То есть, если вы все это едите, то таблетка хромиумов на какую-то небольшую долю это вам нейтрализует. Не полностью, на небольшую долю. Так, на этом у меня все. Желаю всем удачи. Человечество постоянно наступает на грабли, потому что людей, умирающих от инфарктов, инсультов, миллиарды, не миллионы, а миллиарды. Все цивилизованные страны, в которых отсутствует проблема голода, они все страдают, вот, на первом месте, как Россия, так и США. Первое место – это инфаркт и инсульты. А инфаркт и инсульты – это просто результат неправильного питания, ребята. То есть, народ просто мрет от обжорства. Я не знаю, сколько тут есть религиозных людей, но хочу, если религиозные люди здесь есть, хочу сказать, что обжорство – это смертный грех. И все люди с толстым пузом и толстой задницей будут жариться в аду. Может быть, это вас напугает? Вот, недавно был какой-то священник, жалко, я не помню его фамилию, очень толстый, очень толстый, умер в возрасте, по-моему, 60 лет или 65 лет. И у него еще такое красное лицо было, думаю, ну все, священник, смертный грех обжорствовал у него, будет жариться в аду. Так, на этом у меня все, желаю всем удачи, постарайтесь не умереть, очень, так сказать, достойная задача для вас. Напоминаю, еще был такой актер Зельдин, он умер в возрасте 101 год, и он, по-моему, до 90 лет, он был очень худым, и я думаю, что это его довело до 100-летнего юбилея. Наверняка он еще и питался хорошо, потому что иначе он просто до 100 не дожил бы. А вот после 90 он уже начал толстеть, если бы он не начал толстеть, то, может, прожил бы еще и дольше. Всем удачи, пока, и я все-таки рекомендую вам всем посмотреть мое видео из четырех частей по нормализации давления. Это умный путь. А таблетки вот эти, они могут либо вам помогать использовать эти четыре фактора, ну а для самых ленивых и, как бы так помягче сказать, не умных людей, вот, вы, конечно, можете вот только таблетку использовать. Пока!